У нас тут внутреннее платье, верхняя накидка, кесет и шапочка. И это ручная работа. На создание одного такого костюма уходит неделя. Шитьем национальных нарядов в семье Айны Инаркиевой занимаются уже 30 лет. Династию умелых мастериц, начало которой положила прабабушка. Следом занимательное дело подхватили бабушка и мама, а сейчас и она сестрой. Для Инаркиевых традиционный ингушский костюм не просто наряд. Он олицетворяет собой одну из нитей культурного наследия, которые оставили наши предки. Наш национальный костюм, он скромный, подчеркивает красоту девушки, силуэт, вышивка сама, ручная работа. Мы вкладываем каждый костюм, как сказать, энергию свою. Когда мы выезжали даже в Европу, в Италию, все восхищаются именно нашим костюмом. Пополнить музейный фонд своими изделиями они решили по просьбе работников культурного учреждения. Парные костюмы мужской и женский займут свое место рядом с другими национальными нарядами известных ингушских модельеров. И, как надеются, сотрудники после снятия всех ограничительных мер, они войдут в коллекцию их передвижных выставок. Именно традиционный костюм несет в себе эту культуру. И мы стараемся, чтобы в каждой экспозиции был как бы визитной карточкой нашей республики, нашего народа, всегда был парный традиционный наряд. И мы в своем музее, приобретая вот такие коллекции, дополняя предметные ряды, реконструкции средневековых нарядов, традиционных нарядов, стараемся придерживаться именно этих направлений. Элегантность, строгость и изящество традиционного ингушского наряда отмечают даже в других странах мира. Но времена меняются, и мода тоже. И потому цель музея – сохранить и приумножить это наследие. Дана Плиева, Мэльбек Мержоев, Новости 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова